Смотрите сегодня в выпуске. Педагоги детских садов соревновались за звание лучшего в городе. Зрелищные спарринги и волнееносные победы. В Сарове прошел турнир ММА. Далее расскажем обо всем подробно. В декабре годовой прирост производства пищевой продукции в Нижегородской области составил 15,8%. По сравнению с декабрем 2022 года в регионе вырос выпуск молочной продукции. Муки и круп, мясо и мясопродуктов следуют из данных Росстата. Ускорение роста в этой сфере в регионе, как и в Преолже в целом, во многом связано с расширением производственных мощностей. Об этом говорится в февральском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика» в комментарии ГУ. По данным регионального Минсельхоза, предприятия Нижегородского пищепрома за год произвели продукции напитков на общую сумму более 187 миллиардов рублей. В частности, выпуск мяса увеличился на 15%, колбасных изделий на 10%, сливочного масла на 16%, сыра и творога на 18%. Кроме того, на 6% увеличилось производство кисломолочных продуктов, на 24% производство хлеба. Как отмечают аналитики Банка России, инвестпроекты по расширению производства в сфере пищепрома были в том числе реализованы за счет привлеченных средств по субсидированию ставкам. В частности, в Нижегородской области за счет льгот федеральной программы и региональной субсидии удалось снизить ставку по инвестпроекту на создание производства творога. Как сообщает Нижегородский Минсельхоз, заемные средства местный молокозавод вложил в создание нового цеха, который был запущен в эксплуатацию уже в 2023 году. За год нижегородские предприятия пищепрома в рамках программ господдержки получили 6,5 миллиардов рублей в виде субсидированных кредитов. Благоустройство набережной Левого берега Сатиса обсуждали неоднократно, проводили семинары, встречи, экскурсии. Все это было в рамках подготовки конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году набережную выбирали сами саровчане в качестве приоритетной в рамках голосования. Тогда проект не стал победителем. Но на этом сдаваться не стали и решили подготовить новую конкурсную заявку. В молодежном центре провели командный проектный семинар по благоустройству набережной Левого берега реки Сатис. Что мы ждем от команд сегодня? Во-первых, это разные команды. Есть и студенты, есть и представители ветеранских организаций. То есть это разные целевые группы. Мы должны понять, чем же для них эта территория привлекательна сегодня. А самое главное, что ее может сделать привлекательной для других граждан, которые ее по какой-то причине на сегодняшний момент не посещают. Что установить на левом берегу Сатиса? Свои концепции развития территории представили и защитили четыре команды, в состав которых вошли ветераны, лидеры молодежного движения, волонтеры, представители ядерного центра, образовательных учреждений и журналисты. Участники думали над тем, какие объекты можно установить на набережной, чтобы она была привлекательна для горожан, какую инфраструктуру организовать на территории. Вот в этом углу будет киоск с мороженым, кофейня с террасой, возможен вариант кофейни и зимнего типа, то есть она зимой может тоже функционировать. А также будет недалеко располагаться площадка для йоги. Проектный семинар – не единственное мероприятие по определению облика будущей досуговой территории. Саровчан также ждут экскурсии по набережной и фотопрогулки. Свои предложения о благоустройстве набережной можно писать в группе администрации ВКонтакте или на электронную почту. Также можно обратиться в рабочее время в кабинет 219 здания администрации. Все предложения проанализируют и на их основе сформируют концепцию территории для конкурсной заявки. Зал Дома молодежи стал центром притяжения для всех ценителей красивых боев и захватывающих профессиональных поединков ММА на октагоне. Здесь прошел масштабный турнир по смешанному боевому единоборству ММА «Горький батл». Одна из целей мероприятия – поддержать участников СВО. Открыли турнир боец из Сарова Хабибулла Губайдулин и спортсмен из Чебоксар Роман Крапива. Мужчинам предстояло бороться три раунда по три минуты. Саровчанин сразу взял инициативу в свои руки и за 30 секунд болевым приемом одолел противника. Победу Хабибулла посвятил Виталию Карловичу Михайлову. Он непосредственно тренер борьбы и вложил бортовские навыки моим тренерам, которые меня обучили. Благодаря его навыкам я смог победить в этом поединке. Соперник Хабибуллы Роман Крапива признается, что проиграть Саровчанину было совсем не обидно. На турнир Роман приехал в первую очередь за эмоциями. Планировалось провести всю дистанцию, двигаться больше на ногах, но, как видите, немного не получилось. Поэтому ни о чем не жалею, в принципе. Несмотря на поражение, Роман Крапива вызвал на октагон еще одного соперника – призера по бразильскому джиу-джитсу 2023 года Евгения Онтина. Чебоксарец решил, что ехать издалека и провести на ринге всего 30 секунд для него мало. Но и схватка с очередным соперником не принесла Роману победы. Повершает боец Красного Года Евгений Онтина! Финалом турнира стал зрелищный бой кандидатов в мастера спорта по ММА, обладателя синего пояса по бразильскому джиу-джитсу Матвея Груздева и кандидатов в мастера спорта по рукопашному бою Саровчанина Семена Улимова. Соперник будет серьезный, мы всегда готовимся на все 100%, независимо от оппозиции, потому что я считаю, нужно показывать себя всегда на 100%. Заготовили пару приемов для соперника, изучили немножко его стиль. Попробуем, будем действовать по классической тактике, выматывать и, возможно, финишировать попробуем. В схватке никто не хотел уступать противнику. Все три раунда спортсмены держали удар, но в дополнительном раунде победу одержал Матвей Груздев. Это первый турнир по смешанному боевому единоборству ММА в Сарове. Его цель – популяризация смешанных боевых искусств в Нижегородской области и пропаганда здорового образа жизни. Всего в турнире приняло участие 12 спортсменов, 4 из них из Сарова. Каждому участнику подбирался противник в его весовой категории. Руководитель Федерации смешанных единоборств России по Нижегородской области и основатель промоушена «Горький батл» Максим Казаков отмечает, что турнир удался на все 100%. Однозначно получилось, но всегда есть к чему стремиться. В Сарове есть очень отзывчивые люди, которые помогают, и мы еще будем проводить турниры однозначно. Потому что спорт, он, так скажем, заразен, люди должны это увидеть во всей красе, спорт. Не обязательно, конечно, чтобы зрители занимались профессиональным спортом, но это зрелище, оно привлекает людей к занятиям любительским видом спорта. Каждый спортсмен после боя получил подарки от спонсоров. Не остались без призов и зрителей. На мероприятии организаторы разыграли подарки от спонсоров, а также вручили приз за лучший бой. Было хорошим опытом получить от него мастер-класс. Я доволен, что сегодня пришел. С таким восторгом откликаются воспитанники спортивной школы ИКАР о мастер-классе, которым преподал боксер и кикбоксер, мастер спорта международного класса, чемпион мира и Европы, многократный победитель и призер Кубка мира, чемпион России в кикбоксинге, мастер спорта по рукопашному бою и боевому самбо Андрей Сироткин. Он рассказал об основах кикбоксинга, провел разминку, а также показал интересные приемы для того, чтобы в дальнейшем юные спортсмены смогли их применять на соревнованиях. Секрета никакого нет в любом виде спорта. Все все знают, все делают одно и то же. Просто все зависит от трудолюбия, целеустремленности. Кто, насколько перед собой ставит задачу, тот и становится чемпионом. Принять участие в мастер-классе смогли и девочки. Тренировала юных спортсменок, призер Кубка мира по кикбоксингу, многократная победительница и призер областных соревнований Вероника Громогласова. Девчонками я очень довольна, потому что, как я поняла, они не знакомы с боевыми искусствами, но когда я им давала материал, я им давала в основном базовые удары из бокса. Это прямые удары, боковые, апперкоты. Я видела, у них такой огонь прямо в глазах был. Они были прямо полны решимости и энергии, чтобы это исполнять. В принципе, все очень так быстро схватили весь материал, который дала, и выполнили на ура. С восторгом и Вероники Громогласовой откликаются и сами участницы. Девочки признаются, что никогда не занимались раньше бокса. Но Вероника заставила их поверить в себя. И теперь они готовы записаться на тренировки. Нам очень бы нравилось, что новая обстановка, новые люди, что вот с такими людьми позанимались, что нас научили чему-то. Такие мастер-классы проводятся в рамках промоушена «Горький батл», цель которого – рассказать о бойцах, которые живут в регионе, повысить их медийность и дать возможность выйти на соревнования российского и мирового уровня. Руководитель промоушена Максим Казаков рассказывает, что мастер-класс в первую очередь проводится для детей. Зал на Икаре он выбрал не случайно. Когда-то Максим в нем тренировался, а сейчас уже сам открывает свои залы по единоборствам. Все это взаимосвязано в определенную систему того, что и мастер-класс, он бесплатный. Это социальный проект для того, чтобы люди увидели спорт в своей красоте, и его надо красиво показать. Для этого мы пригласили Андрея Сироткина и Веронику Громогласову. Это такие лидеры в спорте, они яркие личности. И, соответственно, люди в виде их, у них загорается желание тоже быть причастным к спорту. В завершении мастер-класса активных участников наградили подарочными сертификатами, которые они могут обменять на профессиональные перчатки. Восьмая ежегодная городская конференция «Земля Серафима Саровского. Год семьи» собрала в художественной галерее студентов, школьников и педагогов. Открыл вечер хор «Капель» детской школы искусств. На конференции гостям рассказали о христианском взгляде на институт семьи и объяснили, как сегодня государство поддерживает семьи, какие есть льготы, какие действуют программы. Выступающие особенно отметили, что семья – основа для становления личности ребенка. Только семья дает человеку максимум самореализации, полноты жизни, раскрытие всех способностей, чувство защищенности, востребованности, преодоление одиночества, чувство комфорта и заботы. Семья дает возможность разделить свои чувства с близким и понимающим человеком. Быть любимым и любить. Испытывать полноту счастья и гармонии. Конечно, не бывает семейной жизни без трудностей, но преодоление трудностей – это показатель роста и развития человека. Также ребятам рассказали о статистике в Сарове, сколько ежегодно рождается детей, заключается браков. Гости узнали об основных направлениях работы ЗАГСа и ряде нововведений. С 2022 года внедрен в работу эксцентриальный принцип предоставления государственных услуг органами ЗАГС. Это действительно очень упростило для жителей нашей страны получать данную услугу. Теперь независимо от места жительства, любой гражданин Российской Федерации имеет право обратиться в любой ЗАГС России за государственную регистрацию и рождение, и установление отсутствия, и расторжение брака, и регистрацию смерти человека, за выдачу ему повторного документа, подтверждающего данные от гражданского состояния, либо в отсутствие этого документа в органах, например, ЗАГС. Новшеством в ЗАГСе стало и чествование пар, отмечающих юбилей свадьбы. Уделили внимание смене имен и фамилий, усыновлению. Не просто так, наверное, президент Российской Федерации сделал 2024 год годом семьи. Будьте в своих семьях счастливы. Больше, наверное, уделяйте внимание бабушкам, дедушкам, потому что вы продолжатели своего рода. А им действительно настолько нужна ваша поддержка духовная. В завершении мероприятия гостям вечера показали фильм о счастливых семьях и исполнили песню «Лебединая верность». Истории жизни, карьерный опыт, идеи для бизнеса и вдохновения более 100 успешных и амбициозных саровчанок собрались на ставшую уже традиционной деловую встречу с женщиной, меняющей мир. Такие мероприятия – возможность выкрыть в череде бесконечных дел и забот, несколько часов для себя и насладиться общением с единомышленницами. Сегодня выбрали такой формат, вроде бы и фуршетного, да, формат, фуршетного мероприятия, но в то же время будут деловые вещи, где будем рассуждать о качестве жизни в Сарове, о том, чего не хватает в Сарове женщинам, да, потому что женский взгляд, он все-таки более, ну, скажем так, критичный, что ли, он несколько под другим углом показывает те или иные стороны в вопросе. Форум «Женщина, меняющий мир» в Сарове проходит в третий раз. В этом году организаторы расширили возможности для участниц мероприятия. Если раньше на него могли прийти только бизнес-леди, то сейчас смогли удивить своими историями представительницы муниципальных, городообразующих медицинских учреждений. Я думаю, все понимают, насколько важна роль женщины в обществе и насколько сложно женщине совмещать порою руководящую должность, такую большую ответственность и хранение семейного очага. Именно этому посвящено сегодняшнее мероприятие. Без внимания на форуме не осталась ни одна дама. При входе в зал им вручали цветы. Девушки пробовали сыр авторской рецептуры, а также все вместе рисовали картину с тюльпанами. Украсили вечер творческие номера. Я шла, я так волновалась, когда я сюда зашла. Так много красивых женщин, это потрясающе. Но, ты знаешь, встретила знакомых, успокоилась, нам подарили цветы. Так красиво! Все замечательно, все организовано на высшем уровне, продумано до мелочей. Все очень-очень нравится. Мы уже успели сделать общую картину с тюльпанами. Это для меня что-то необычное, потому что я математик. А рисовать на холсте настоящими красками – это что-то необычайное. Нас встретили с розами, и так много женщин. Все такие красивые, очень приятные. Завершился вечер музыкальным квизом, где всем гостям предлагалось угадать музыку разных времен. Победителям вручили призы от партнеров мероприятия. Человек, под крылом которого растет и развивается малыш, невозможно переоценить значение воспитателя в жизни ребенка. В процессе работы каждый педагог находит особый подход во взаимодействии с маленькими подопечными, развивает свои методики. Вся деятельность должна строиться с учетом интересов и потребностей детей, сохраняя уникальность и самоценность детства. Необходимо иметь методы, эффективные для развития ребенка. Своими наработками педагоги Сарова поделились с коллегами в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России». В финал прошли три участницы. Любовь Портнова из «Гвоздички» представила коллегам свою педагогическую разработку пространственного моделирования игрового пространства. Инструктор по физической культуре детского сада номер 6 Оксана Антипова рассказала о пользе нейрогимнастики. Воспитатель детского сада номер 8 поделилась применением развивающих игр Воскобовича. Во втором этапе участницы провели друг другу мастер-классы. Первое, что нужно сделать, попасть в квадрат, перешагнуть или прыгнуть в квадрат. Учился совмещать движения вперед по полосе, одновременно действия с двумя ногами и руками. То есть ребенок не просто прыгивает в квадрат, но он еще должен совместить движения двух ладошек и ножек. Завершающим испытанием было ток-шоу, где участницы попытались описать родителей и ребенка 21 века. По итогам всех этапов конкурса жюри присудило победу «Любви Портновой» из детского сада номер 30. Теперь лучшего воспитателя Сарова ждет региональный этап, который пройдет в Нижнем Новгороде в апреле. В городском конкурсе робототехника воспитанники детских садов участвуют второй год подряд. Тогда за победу боролись пять команд. В этот раз к конкурсу присоединились еще два детских сада. Конкурс состоял из нескольких этапов. На заочном этапе ребята представляли свои видеовизитки. Следующий этап прошел на базе детского сада номер 37. Командам предстояло проявить свои способности в нескольких конкурсах. Первый – собрать определенный механизм правильной последовательности на время и запрограммировать его. Следующий конкурс – творческий. Участникам нужно было доработать механизм и сделать полноценную модель, придумать ей историю и защитить свой инженерный проект перед жюри. Высокие баллы команда получали за оригинальность, правильно использованную терминологию, навыки программирования. Представляем вашему вниманию модель «Луна». Для его создания мы взяли моторчик, смарт-хаб. По итогам конкурса победила команда детского сада номер 31. Ребята старательно готовились к состязанию, продумывали идеи каждой модели, тренировались в сборке и программировании. Думали, какие будут постройки каждому механизму. Думали, придумали. Думали, придумали космическую станцию, робот-трейер и робот-помощник «Бот». Мы старались, делали, работали дружно, и в итоге у нас все получилось. По словам жюри, все команды справились с заданиями на хорошем уровне. 50% детских садов города оснащено специальным оборудованием для обучения детей азам робототехники. Надеемся, что в следующем году будет еще больше участников, потому что у нас практически 50% детских садов проводят эту работу, обучают детей робототехники. Закуплено оборудование, обучены педагоги, и дети осваивают азы робототехники в детском саду. Говорят, что сильная женщина холодная, как лед, но с правильным человеком и сердце может растаять. 1 марта во Дворце детского творчества папа и сыновья посвятили своим любимым приятные слова. Они читали произведения Михаила Жванецкого. Михаил Жванецкий писал о женщинах, любил их, восхищался. Эти чувства и эмоции он блестяще передавал в своих произведениях, поэтому работы автора были выбраны для проекта «Читаем вслух» накануне самого женственного праздника 8 марта. «Все очень просто. Если понимаете женский язык, едет женщина в метро, молчит, кольцо на правой руке, замужем». «Очень интересное произведение, с юмористическое такое, немножко с подоплекой, вот, очень понравилось. Ну, другие произведения, так, на вскидку не скажу, какие, но частенько по телевизору видел. То есть смешные, со смыслом». «Слабо же значительно казался наш мужчина, значительно менее интересный, примитивный». «Очумел, нурным глазом гляди, начать с трудоскорти боится, ничего решить не может». Каждый из участников по-особенному с теплотой читал свои отрывки. Папа и сыновья старались передать любимому смысл каждой строчки, закладывая в текст свой посыл, не всегда похожий на образ той самой жванецкой женщины. «Мне очень понравилось это произведение, мне было очень приятно вычитать, и смешно». Своими чувствами через строки Михаила Жванецкого поделились 22 пары пап и сыновей. А сидящие в зале мамы внимательно слушали, с гордостью смотрели на своих самых близких и улыбались, реагируя на удачные шутки, ярко прописанные образы, смешные повороты в сюжете. «Почему мы созданы такими? Нежная кожа, эти глаза, эти зубы и волосы, которые пахнут дождем, это сносит и сведения по различным вопросам». Следующая встреча у 20 детского творчества пройдет 26 марта. Четвероклассники прочитают страницы книги Ирины Токмаковой «Может, нуль не виноват». Для Лидии Кузьминой персональная выставка в музее – первый опыт. Женщина занимается творчеством давно. Начала с вышивания и вязания, потом стала осваивать и новые виды рукоделия. Вплотную творчеством Лидия Александровна занялась уже на пенсии. Стала делать подделки из джута, фоамирана, фетра и подручных материалов. Работа «Дом мечты» сделана в смешанной технике. «Просто домик неинтересный. Я решила добавить еще летнюю кухню. То есть сначала все так по отдельности, а потом уже поставила газон тут, травку, и пошло клумбы, водопадики, качели, в общем, лавки и все такое прочее. Это у меня буквально, наверное, одна из первых таких вот работ была». На выставке Лидии Кузьминой «Волшебный мир своими руками» представлены елочные игрушки, вазы, шкатулки, декоративные вещи, вязанный кукольный театр, куклы-обереги. Женщина рассказывает, что для творчества в ход идут различные бытовые и даже отходные материалы. Все это мастерица превращает в красивые и оригинальные вещи. «Был, например, горшок, ненужный такой горшочек глиняный. Я, значит, сделала донышко, чтобы стоял устойчивый, буквально из бобины от скотча. То есть все идет в дело. Весь, в общем, весь мусор, не знаю, как. Потом, значит, горлышко там сделала. И получилась, в общем-то, достаточно красивая ваза». Персональная выставка творческих работ Лидии Кузьминой «Волшебный мир своими руками» работает в Музее народной игрушки до конца апреля. Без возрастных ограничений. «Опора России» – общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства. Деятельность «Опора России» направлена на решение острых актуальных вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели в повседневной практике. Правовая защита, привлечение финансирования, получение государственной поддержки, налаживание деловых контактов внутри предпринимательского сообщества и многие другие. Организация выступает площадкой для профессионального диалога бизнесменов и представителей федеральных органов исполнительной власти, региональной власти и муниципалитетов, контролирующих органов. «У нас в Нижегородской области очень хорошая есть поддержка предпринимателей, когда губернатор раз в год встречается с предпринимателями в открытом диалоге. Мы сейчас в очередной раз готовимся к встрече с губернатором, получаем вопрос от предпринимателей, почему я сказала про Сарова. То есть у нас есть вопрос как раз от Сарова, в том числе по высокой кадастровой стоимости». Представители комиссии по учету и налоговому администрированию, Бюро по защите прав предпринимателей, а также исполнительный директор Нижегородского регионального отделения «Опоры России» выступили в качестве спикеров на семинаре «Порядок приема и увольнения сотрудников». Нюансы – начисление зарплаты, работа с единым налоговым счетом. Предприниматели и самозанятые в формате «вопрос-ответ» пообщались с гостями, получили консультации. «Мы расскажем о том, как выстраивать взаимоотношения с сотрудниками, как правильно принимать сотрудников на работу, какие есть тонкости в этом, на что обратить внимание предпринимателям при приеме сотрудников на работу. Также расскажем про начисление заработной платы, какие есть нюансы. И самое главное, наверное, на сегодняшний день, то, что волнует всех предпринимателей, мы расскажем об едином налоговом счете». Центр поддержки предпринимательства сотрудничает с ключевыми организациями, чтобы эффективнее помогать владельцам бизнеса и самозанятым, обмениваться опытом и идеями, получать поддержку региона и страны для развития предпринимательского сообщества. «Мы очень рады, что нам удается выстраивать взаимодействие с такими организациями. Опора России – это одна из ключевых организаций, которая в том числе занимается поддержкой малого и среднего предпринимательства. Очень много предпринимателей состоят уже, как члены ассоциации, которая опора создает. Кто-то из предпринимателей, возможно, сегодня примет это решение». В рамках встречи Центр поддержки предпринимательства и опора России подписали соглашение о взаимодействии. Первое задание на встрече в школе «Лидер» – написать свои мысли на тему «Я и мой коллектив». Ребятам нужно было в свободной форме, в потоке сознания выплеснуть на бумагу все свои проблемы, радости, желания, идеи и ощущения, которые связаны с конкретным или абстрактным коллективом. Так участники смогли выделить ключевые моменты, которые им помогают или мешают выстраивать взаимоотношения с другими людьми. Очередную встречу школы «Лидер» посвятили теме «Атмосфера в группе». «Сегодняшняя тема – атмосфера в группе. И я надеюсь, что психолог нам расскажет, как взаимодействовать с другими ребятами, как принять чужую точку зрения и как принять чужое мнение. А также, что делать в стрессовых ситуациях и как можно будет их избежать». Атмосфера в коллективе во многом влияет на продуктивность и результативность работы. Поэтому важно понимать те проблемы, которые мешают деятельности, отвлекают внимание или блокируют психологически. Занятие проводила старший преподаватель СРФТИ, психолог Ирина Суворова. По ее мнению, в коллективе больше всего мешают три человеческих качества – экоцентризм, превосходство и агрессивность. «Есть такое понятие – социальный интеллект. Если он при этом умеет устанавливать связи, убеждать, взаимодействовать, шутить, вести себя легко в коллективе, а решать какие-то задачи вообще без вопросов. Его результат плюс его личность – я не знаю, лидер не лидер, но отношения к нему будут хорошие». Психолог с ребятами обсудили, что помогает выстраивать теплые, доброжелательные отношения между людьми. Разобрали проблемные ситуации. Ирина Суворова дала старшеклассникам полезные советы, как преодолевать трудности, чтобы изменить свое отношение с людьми и окружающим миром. Следующее занятие в рамках школы «Лидер» состоится 27 марта. Тема мероприятия – «Вечный двигатель. Как быть в тонусе». Мама Павла Минеева играет на фортепиано. С детства юноша впитал любовь к музыке, однако пошел обучаться игре на баяне. За четыре года Паша достиг отличных результатов, которые демонстрируют теперь на региональном и всероссийском уровнях. В конце февраля в Новашине прошел областной открытый конкурс юных исполнителей на народных инструментах имени Гусева. На нем Павел представил два произведения – «Фугетта» и «Волынка». было немножко страшно, но потом приехали другие участники и стало немножко комфортнее с другими. «Волынка» была немножко сложная в одном моменте, где надо было делать крещендо. А в «Фугете» в конце у меня немножко не получилось замедления. Павел выступал в группе детей 9-10 лет, состоящей из 15 участников. Несмотря на самокритичность, он уверенно сыграл оба произведения и занял первое место. В конкурсе таланты продемонстрировали более 60 учащихся игры на баяне, аккордеоне, домре, балалайке в возрасте от 8 до 15 лет из Нижегородской, Костромской и Владимирской областей, Карелии и Якутии. Я с Павлом занимаюсь первый год. До этого он занимался с преподавателем, с фасоновой Ниной Алексеевной. Она сейчас вышла на пенсию. И теперь занимаюсь с Павлом я. Это был наш первый конкурс. Конечно, полгода у нас ушло на притирку друг к другу, на привыкание, то есть познавание. Павла – моих требований, я познавала Пашин характер. То есть не такая уж легкая была работа. Шла притирка. Но итог получился хороший. Педагог также не отстает от своего ученика. В феврале в Нижнем Новгороде подвели итоги 8-го Всероссийского фестиваля конкурса творческих, научных и методических работ преподавателей кафедр и отделений народных инструментов музыкальных учебных заведений имени Чайкина. Надежда Константиновна стала лауреатом второй степени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА